Неравнодушные люди живут в городском поселении Загорянский. Сегодня жители микрорайона ВШК вышли на митинг, посвященный судьбе лесопарковой зоны вблизи жилых домов этого микрорайона. Старожилы вспоминают, что когда-то этот парк был центром культурной жизни городка ВШК. Здесь была танцплощадка, военные поддерживали порядок. Сейчас территория в запустении, но здесь все равно любят гулять местные жители, потому что больше негде. А недавно по городку прошла информация, что территория запланирована под застройку. Люди заволновались, собрали подписи в защиту парка, а на специально организованный митинг пригласили главу района, разъяснить позицию районных властей. Встретили полную поддержку. Я неоднократно заявлял о том, что желательно на этом месте построить парк. И мы встречались с вашими депутатами, обсуждали одно и то же, что там должен быть парк. Алексею Валову инициативная группа передала подписи жителей, их более 500. Однако для внесения изменений в градостроительные документы этого может быть недостаточно. Поэтому в Загорянском проведут электронное голосование о судьбе парка в городке Вашика. Посмотрим, какое мнение здесь людей по поводу развития территории. Я думаю, что оно будет в пользу парковой территории. Я просто в этом уверен. Но нам необходимо подкрепиться для того, чтобы потом внести изменения в ПЗЗ. Поэтому мы это проведем обязательно. Ваше мнение будет учтено. Мнение жителей, и вы это понимаете, для нас самое главное. У нас будет совет депутатов во вторник. Мы направим обращение на основании этих 527 подписей в администрацию Щелковского района, в архитектуру Московской области, совет депутатов Щелковского муниципального района, обращение о переводе земли в данную рекреационную зону. Это в рамках наших полномочий. Это на данный момент пока все, что мы можем сделать как совет. Мы благоустроим сами, может быть. По-современному. По-сильному мы сами будем делать. Хотя инвалид, а все равно я на субботник выходил. Поэтому лишь бы там не застраивали. Вопросы градостроительства на Загорянке едва ли не самые больные. Люди с опаской воспринимают любую возможность строительства, даже предусмотренных в генплане спорткомплекса и дома культуры. При этом сами жалуются на отсутствие социальных объектов. В поселении есть и дома, мягко говоря, малопригодные для проживания, жильцы которых тоже хотят нормально жить. Расселению непригодно для проживания аварийного жилья. Сразу скажу, сейчас будем прорабатывать дополнительные варианты. Каким образом за счет внутренних территорий и за счет эффективности использования внутренних территорий можно задачу решить. Многие проблемы Загорянки можно было бы решить, будь поселение побогаче. Но бюджет скудный, в госпрограммы войти сложно. Нет денег даже на минимальное их софинансирование. Но при взаимодействии местных и районных властей ситуация постепенно меняется. Изменить нормативы доходной части бюджета. Мы это сделаем, у них появятся деньги, они войдут в программу, в том числе и в программу реконструкции, модернизации, восстановления инфраструктур военных городков. Это тоже будет сделано, потому что они не могли войти в эту программу. У них просто не было банальных денег. Совет депутатов был такой, который принимал решение, прямо противоречивающий здравому смыслу развития территории городского пельсеня Загорянский. Сейчас нормальный процесс идет. И в этом процессе наверняка найдется место в программе благоустройства парка ВШК, который жители совместно с районными властями намерены сохранить. Им надо парк, и мы сделаем это. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».